Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. А более ста были спасены и эвакуированы. Теперь подробнее о происшествиях ушедшей недели. В понедельник утром на улице Старовилинская спасатели помогли водителю Киа достать котенка, который попал в двигатель. Мужчина предпринял ряд мер, чтобы сделать это самостоятельно. Даже съездил на автомойку, но все усилия оказались тщетны. И только работники МЧС смогли ему в этом помочь. Забегая вперед, скажу, что еще одного усатого во вторник утром пришлось извлекать из двигателя авто на улице Пономаренко. Оба животных остались целы и почти невредимы. Уважаемые водители, чтобы избежать подобных ЧП, прежде чем сесть за руль, следует проверить, нет ли животных под колесами. Подать сигнал клаксона, а перед пуском двигателя не сильно стукнуть по капоту. Не обошлось на прошлой неделе без загорания автомобилей. В понедельник вечером в результате, скорее всего, короткого замыкания на улице Лынькова загорелся Ситроэн. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили его, однако огонь успел повредить панель приборов, лобовое стекло и салон французского компактвена. Минск чрезвычайный. Сразу двух ужей пришлось извлекать спасателям во Фрунзенском районе в понедельник. В первом случае ЧП произошло на улице Жилуновича. За помощью к работникам МЧС обратился водитель. Уж застрял в колесе его Хюндай. Спустя полчаса по номеру 101 позвонила хозяйка частного дома по второму путепроводному переулку. Уж был отловлен из собачьей будки на территории домовладения. В этот день столичные спасатели не только тушили авто и помогали братьям нашим меньшим. Около полудня в одной из квартир на проспекте газеты «Звезда» 80-летнему инвалиду второй группы стало плохо в собственной уборной. Он покачнулся и упал в пространство между стеной и унитазом. Помочь ему пыталась жена, но освободили пенсионера при помощи подручных средств, лишь прибывшие по вызову спасателей. Днем они выезжали на улицу Никиферова, где у пятилетнего мальчика нога застряла между рамой и педалью велосипеда. А еще чуть позже в дежурную службу МЧС обратилась бабушка пятилетней девочки. Во время игры палец ребенка застрял в необычной игрушке – подшипнике. Спасатели освободили палец, медицинская помощь девочке не потребовалась. Во вторник утром в ДТП на 14-м километре с Миловичского тракта попали сразу три автомобиля. Грузовик столкнулся с двигавшимся впереди микроавтобусом, который от удара въехал в автоцистерну. В грузовике оказался зажат водитель. Ему понадобилась помощь спасателей, которые деблокировали его из покореженной машины. Как предполагают хозяева, именно праздничный салют стал причиной несвойственного поведения домашнего питомца в полночь со среды на четверг. ЧП произошло в однокомнатной квартире на улице Ландера, где, к слову, проживают несовершеннолетние дети. Кот стал очень агрессивен, и после неудачных попыток изловить его, хозяин обратился за помощью в службу спасения. Ценой неимоверных усилий, поцарапанных через перчатки рук, спасатели словили кота и посадили в переноску. Минск чрезвычайный. Спасти не удалось. Гибелью хозяина закончился пожар в пятницу днем в квартире по улице Авроровская. Оперативно прибывшие спасатели обнаружили 49-летнего мужчину в комнате на диване в бессознательном состоянии и передали бригаде врачей. Десять часов медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Предполагается, что к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении погибшим, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. В субботу, в первой половине дня, помощь пожарных понадобилась владельцу минивена «Пежо». Из-за нарушений противопожарных требований при проведении сварочных работ его машина загорелась. Оперативно прибывшие пожарные разобрались с огнем на улице Багратиона, к счастью, никто не пострадал. А вот владельцу сгоревшего авто придется позаботиться о новом, так как восстановить старый невозможно. В субботу вечером вредная привычка покурить чуть не стала причиной еще одной трагедии. Загорелась квартира на 11 этаже 16-этажки на улице Словинского. Пожар произошел после половины 11 вечера. Оперативно прибывшими по вызову спасателями из двухкомнатной квартиры был спасен 56-летний пенсионер, инвалид первой и второй группы по общему заболеванию. С отравлением продуктами горения в состоянии алкогольного опьянения он был госпитализирован. Помните, неосторожность при курении в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. Минск чрезвычайный. А теперь о воскресном инциденте. У пятилетнего мальчика между стволов деревьев застряла коленка. Шутка ли, но ни сам, ни при помощи посторонних пятилетний малыш выбраться не смог. Дело было на улице Серова. Спасатели быстро приехали, но освободить мальчуга на без специальной техники не получилось. В результате освобождали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Малыш, дерево и тем более коленка не пострадали. Еще один мужчина погиб на пожаре в столице на минувшей неделе. Его обгоревшее тело обнаружили спасатели мусороприемной камеры девятиэтажки по улице Максима Танка. С воскресенья на понедельник около двух часов ночи по номеру 101 позвонили жильцы, которые жаловались на дым в подъезде. Когда спасатели приехали на место вызова, они обнаружили, что загорелся мусор и деревянный дверной блок мусороприемной камеры. В самой камере работники МЧС нашли обгоревший труп мужчины 1963 года. На сегодня это все. Соблюдайте правила безопасности и до встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.